Немного смущается перед камерой, зато полезен при спасательных операциях. Хаски по кличке Скай помог найти немало людей и вместе с хозяином приехал на всероссийский слет волонтеров-спасателей. Он открыт к любому человеку, он никогда первый не нападет ни на кого. Ну и конечно будет рядом всегда и никуда не убежит. Три дня больше 200 участников со всей страны и один из за рубежом на слете и представители соседней Белоруссии. Мы готовились к этому мероприятию два месяца. У нас все идет по плану. Пока мы очень довольны. Слет организовали для обмена опытом. Новые знания помогают быстрее найти пропавших людей и не только улучшают навыки волонтеров-спасателей. Волонтерская деятельность при поиске важна в команде, важна по четким инструкциям и очень важен обмен опытом и обучение волонтеров, которые изъявили желание помогать в поиске пропавших людей и детей в частности. А еще волонтер должен быть хорошо готов физически. Для поиска пропавших нередко приходится долго идти или забираться в гору. Держать себя в форме помогает специальный комплекс упражнений. Он входит в одну из самых зрелищных частей слета – силовую эстафету. Смысл сделать это как можно быстрее. То есть там определенное количество повторений. Твоя задача сделать это как можно быстрее. То есть движения, как видите, разнообразные. Первое и второе – это силовое. Дальше уже такое более кардио. Поднять штангу с груди над головой, запрыгнуть на коробку с гантелями, помахать гирей – это умеет почти каждый волонтер. Такая подготовка помогла при кульминации слета. Искали потерявшегося ребенка в максимально приближенном к реальности условия. Дмитрий Жданюк и Константин Дмитриев. День в событиях. Дмитрий Жданюк и Константин Дмитриев. День в событиях. Продолжение следует...